Мы продолжаем читать книгу, которая называется «Собака Баскирвилли». Прежде чем приступить к чтению и переводу, давайте разберемся со словами, которые встретятся нам в этой части текста. Повторите за мной на английском. Покупать. Yesterday – вчера. Where – were – worn. Одевать – носить. Would like – хотел бы. Then – потом, затем. Join – присоединяться. А теперь давайте прочитаем и переведем. I bought them yesterday, and I have never worn them. Я купил их вчера, и я еще их ни разу не одевал. But why take only one? Ну зачем же забирать всего лишь один ботинок? That is a very good question, said Holmes. Это очень хороший вопрос, сказал Holmes. I would like to visit your hotel. Я бы хотел посетить ваш отель. Perhaps I shall find the answer. Возможно, я смогу найти там ответ. А потом, пожалуйста, присоединяйтесь к нам за обедом, сказал сэр Генри. Now, if you will excuse me, I have some other business. А теперь, если вы меня простите, у меня есть еще кое-какие дела. Давайте поработаем над словами. Повторяйте за мной на английском. Buy – bought – bought. Покупать. Yesterday – вчера. Where – were – worn. Одевать – носить. Would like – хотел бы. Then – потом, затем. Join – присоединяться. Повторяйте за мной на английском и вспоминайте перевод. Buy – bought – bought. Покупать. Yesterday – вчера. Вчера. Where – were – worn. Одевать – носить. Would like. Хотел бы. Then – потом, затем. Join. Join – присоединяться. Join – присоединяться. Переводим на английский язык. Присоединяться. Join – потом, затем. Then – хотел бы. Would like – одевать, носить. Покупать. Where – were – worn. Вчера. Yesterday. Покупать. Buy – bought – bought. Переходим к следующей части текста и сразу разбираемся со словами. Повторяйте за мной на английском. Watch – наблюдать или следить. Through – через. Study – кабинет. Quick – скорее. А теперь читаем и переводим. Shall we meet at two o'clock for lunch at the Northumberland Hotel? Давайте встретимся в два часа за обедом в отеле Northumberland. Учитывая, что действие происходит в Британии, мы можем переводить lunch не обед, как это принято сейчас, в качестве международного значения этого слова, а можем переводить как второй завтрак. We shall come at two, said Holmes. Мы придем в два часа, сказал Холмс. Sir Henry Baskerville and Dr. Mortimer left the house and walked along Baker Street. Sir Henry Baskerville и Dr. Mortimer вышли из дома и пошли по Baker Street. Sherlock Holmes watched them through the window of his study. Sherlock Holmes наблюдал за ними через окно своего кабинета. Quick, Watson, we must follow them, said Holmes. Скорее, Watson, мы должны проследить за ними, сказал Холмс. Поработаем над словами. Повторяйте за мной на английском. Watch. Наблюдать. Следить. Through. Через. Study. Кабинет. Quick. Скорее. Повторяйте за мной на английском и вспоминайте перевод. Watch. Наблюдать. Наблюдать. Следить. Through. Через. Study. Кабинет. Quick. Скорее. Переводим на английский язык. Скорее. Quick. Кабинет. Study. Через. Through. Наблюдать. Следить. Watch. Новый текст и новые слова. Повторяйте за мной на английском. Dear. Дорогой. Point. Показывать. Horse-drawn cab. Cab, запряжённый лошадью. Move. Двигаться. Slow. Медленный. Beard. Борода. А теперь читаем и переводим. Why are we following them? I asked in surprise. Зачем мы следим за ними? Спросил я в удивлении. Потому что, мой дорогой Ватсон, кто-то ещё так же следит за ними, сказал Холмс. Look. There is the man. Посмотри, вот этот человек. There, in that cab. Вон в том кэбе. Я посмотрел туда, куда показывал Холмс. A horse-drawn cab was moving slowly along the street. Кэб, запряжённый лошадью, медленно двигался по улице. A man with a black beard was sitting in the cab. Какой-то мужчина с чёрной бородой сидел в этом кэбе. А теперь получим слова. Повторяйте за мной на английском. Dear. Дорогой. Point. Показывать. Hose-drawn cab. Показывать. Кэб, запряжённый лошадью. Move. Двигаться. Slow. Медленный. Beard. Борода. Повторяйте за мной на английском и вспоминайте перевод. Dear. Дорогой. Point. Показывать. Hose-drawn cab. Кэб, запряжённый лошадью. Move. Двигаться. Slow. Медленный. Beard. Борода. Обратите внимание, что в таблице со словами у нас есть прилагательное slow, медленный. Но в тексте нам встречается наречие. Оно образовано от прилагательного при помощи прибавления суффикса li. Slow, медленный. Slowly, медленно. Переводим на английский язык. Борода. Beard. Медленный. Slow. Двигаться. Move. Кэб, запряжённый лошадью. Hose-drawn cab. Показывать. Point. Дорогой. Dear. А теперь давайте послушаем полностью всю часть в аудиозаписи. I bought them yesterday, and I have never worn them. But why take only one? That is a very good question, said Holmes. I would like to visit your hotel. Perhaps I shall find the answer. Then please join us for lunch, said Sir Henry. Now, if you will excuse me, I have some other business. Shall we meet at two o'clock for lunch at the Northumberland Hotel? We shall come at two, said Holmes. Sir Henry Baskerville and Dr. Mortimer left the house and walked along Baker Street. Sherlock Holmes watched them through the window of his study. Quick, Watson, we must follow them, said Holmes. Why are we following them? I asked in surprise. Because, my dear Watson, someone else is also following them, said Holmes. Look. There is the man. There, in that cab. I looked where Holmes was pointing. A horse-drawn cab was moving slowly along the street. A man with a black beard was sitting in the cab. A man with a black beard. 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 A man with a black beard.